приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 18 июля поговорим о народном празднике на этот день поговорим о церковных праздниках этот день уделим внимание иконе божьей матери которая чувствуется в этот день а также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 18 июля и так далее более подробно все в этом видео 18 июля православные и церковь почитают память преподобного афанасия афонского год и дата рождения святого по сей день неизвестны родители афанасия были крестьянами когда их не стало то святого приняла монахиня при крещении святой получил он имя авраамий малые годы получил отличное образование при дворе императора византии романова 2 а после того как выучился стал и сам учить и продолжать эту деятельность но эта профессия не сильно долго его задержала после он направился принимать монашество и углубляться в веру господню почти всю оставшуюся жизнь стоя строил монастыри церкви помогал людям также 18 июля церковь отмечает день обретения мощей преподобного сергия родонежского сергий родонежский от один из самых известных святых русской православной церкви его чудеса известны многим верующим и они считают его привилегированным посредником перед богом множество истории о чудесных исцелениях после молитвы к сергея родонежскому свидетельствует о его способности помочь людям в их борьбе с болезнями и недугами многие верующие произносят молитвы к сергея родонежскому исцеляются от различных заболеваний а также находят утешение и успокоения также сегодня 18 июля празднуется в честь одной святыни этой иконы божьей матери экономиса или по-другому возможно вы слышали домостроительница дело в том что значение этой иконы богородицы экономиса заключается в том что божья матерь никогда не оставит в беде тех кто ведет праведную жизнь и искренне привержен христианской вере верующие обращаются к святому образу с просьбами о помощи финансовых делах об отличном урожае о защите от банкротства о здравии о помощи в работе также и святую богородицу считает покровительницей материальной сферы жизни к святому образу обращаются с просьбами о создании своего дела спасение частного бизнеса вы знаете экономиса заботиться о материальных нуждах верующих но обращаться к святому образу нужно только лишь за богословением на богатство неправильно подобные молитвы иначе останутся без ответа перед святым образом нужно молиться прежде всего за спасение своей души и благополучия близких в описании к этому видео мы оставим молитву божьей матери экономиса и обязательно сделайте скрин или перепишите на протяжении всего дня читайте эту молитву она обязательно вам поможет а вот в народном календаре 18 июля этот день прозвали как афанасьев день у события посвященного преподобному афанасью афонскому если другие названия на руси его также называли афанасьей день луны или месяцев праздник лунный день и в старину именно этот день был днем чествования луны и именно 18 июля считали что это был что это был день рождения у луны и к вечеру все собирались всей семьей и смотрели на нее по традиции такие посиделки очень много значили и хорошо влияли на состояние человека люди после такого вечера становились сильнее здоровее и умиротворение на предки наши проводили в этот праздник различные обряды они говорили что если луна играет и перебегает с одной точки неба в другую меняется свой световой окрас и даже прячется за облака то будет отличный урожай для всех культур даже можно было встретить людей которые поговорили и причитали различные просьбы желания и заказы для месяца такие манипуляции делались для того чтобы скорее к себе привлечь финансы любовь здоровье и урожай в этот день многие народные приметы были связаны именно с луной и вот некоторые из них если люди видели целый месяц и облака им в этом не мешали то и урожая добротного можно бы можно было ждать в этом сезоне и здесь же облака все же вытесняли месяц из вашего обозрения то погода будет портиться и в ближайшую неделю ждите непогоды белый блестящий месяц сулил прохладную погоду но без дождя а месяц который отдавал зелеными оттенками наоборот рассказывал про скорые дожди и грозы помимо луны и про дождь людям говорили облака которые будто бы собрали в себе всю влагу и приняли желтый оттенок листья клёна будто бы пускали капельки рассказывая о предстоящем дожде утренняя радуга говорила о положительной солнечной погоде на целый день а если радуга проявлялась ближе к вечеру то утром стоило ждать мелкого и проливного дождя кувшинки которые еле-еле просыпаются поднимаются утром над уровнем воды или с небольшой задержкой рассказывали о приходит туч и соответственно дождя но уже после обеда вечером и ночью наши предки предпочитали строить планы на будущее обычно садясь смотреть на звезды и луну старались рассказать близким то о чем думаешь за что нервничаешь и о чем мечтаешь очень часто люди ставили перед собой грандиозные успешные цели способы их реализации сроки и конечно же дальнее развитие событий на таких посиделках можно было услышать как слова поддержки так и критику но в этом нет ничего постыдного и страшного ведь рядом с тобой сидят самые близкие тебя люди и они готовы максимально выслушать подсказать помочь и направить тебя на путь истинный но чтобы подробно описать ситуации или даже увеличить шансы на исполнение твоего заветного желания люди визуализировали играли различного рода сценки и вдавались в глубокие детали рекомендуем и вам провести такой эксперимент взять кого-то близкого и договориться о встрече ближе к вечеру и наблюдать за звездами рассматривать луну и говорить то что у вас на уме советоваться и ставить цели на будущее уверены что успех такого мероприятия вам точно обеспечен 18 июля не стоит унывать и грустить ругаться и ходить унылым такой лозунг должен быть и в другие дни но луна этого больше всего не любит этот праздник все без все обязательно веселились ходили друг другу в гости и делились добром и хорошим настроением с окружающими людьми приглашать к себе в гости в дом это старая народная традиция ее придерживались и старались собираться каждую неделю с друзьями или родственниками такое действие уверяли наши предки влекло удачи и успех к дому где принимают гостей праздник святого афанасьева не стоило злиться на кого-либо обсуждать и высмеивать кого-либо сплетни слухи и домыслы стоят тоже при приберечь и помалкивать так как все то что вы скажете вернется к вам обратно а люди на это время говорили слово серебро а молчание золото поэтому никаких историй о других только те которые касаются вас и те кто находится рядом с вами в данный промежуток времени забудьте о работе сегодня вовсе дела по дому подождут отдачу уж тем более все ваши попытки причины на нет так как из того что вы начнете делать ничего не получится и займет уйму времени приберегите силы и задайтесь более глобальными мыслями сегодня тот день который намекает на то что стоит работать умственно и рекомендуем сделать именно на это уклон у вас круто выйдет сегодня поставить цели на ближайшее время сделать небольшой бизнес-план по вашему продвижению и достижению поставленных целей как вариант это можно сделать с кем-то в паре или самому в полной тишине и в поспокойстве не стоит сегодня и торопиться хорошенько подумайте и относитесь к этому с умом и с терпением сегодняшние мысли могут легко реализоваться и осуществиться главное расставить правильно приоритеты иметь желание верить то что вы делаете 18 июля именины отмечают владельцы таких имен афанасий василий сергей степан анна варвара елизавета люция и эльза люди рожденные в это время отличаются постоянством они умеют отстаивать свои интересы не забывая о близких это хорошие руководители которые умеют генерировать идеи и умеющие воплощать их жизнь а вот в качестве талисмана им следует носить александрит этот экзотический минерал помогает избавиться от депрессии снимает усталость дарит покой и умиротворение что же наши предки делали в афанасьев день афанасьев день утром люди ходили в церковь чтобы помолиться преподобному афанасью попросить у него помощи в исцелении от болезни считается что святой помогает уладить семейные отношения и подсказывает как воспитывать детей днем мужчины трудились в поле женщины хлопотали по дому работали в огороде вечер полагалось провести семьей неторопливой беседе наши предки верили что планы которые обсуждают в афанасьев день имеет хорошую перспективу все что задумано непременно сбудется в это время даже обсуждали будущие свадьбы согласно народным приметам в этот день не закрывали окна за навесками считалось что лунный свет наделенный магической силой дает много положительной энергии спать в ночь на афанасье ложились поздно это еще одна из традиций особое внимание в афанасье в день наши предки обращали на луну на руси верили что сегодня земной спутник имеет особенную силу особенно поможет тем кто страдает от зубной боли нужно пристально смотреть на луну и считается что это помогает уменьшить она и полностью снять неприятные ощущения вечер посвящались совместному отдыху семьей приглашали родственников на ужин или же просто устраивали скромное чаепитие главное чтобы оно прошло душевно нужно обязательно заняться сегодня планированием выбрать для этого следует все таки вечерние или ночное время необходимо по пунктам расписать действия по реализации задуманного чтобы потом четко следовать им кроме того у нас с вами 17 июля было новолуние новолуние в 20 в 21 час 31 минуту в знаке зодиака рак а соответственно мы сами можем планировать на следующий лунный месяц и все наши планы наши мечты обязательно осуществляться главное берите листик берите бум листик берите берите ручку и пишите даже если вам это лень сделать для все таки постарайтесь это сделать помните о том что визуализация а также то что вы проговариваете то что вы отправляете во вселенную обязательно вашей жизни исполнится также сегодня нужно было выпекать булки пряники и печенье в виде полумесяца из теста в которой добавлено было много меда сливочного масла орехов и мака после того как сдоба будет готова ее следует обильно посыпать цукатами и полить джемом или вареньем по народному поверю чем сытнее выпечка 18 июля тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь также в этот день наши предки старались проводить ритуалы и обряды на деньги читать магические слова на успех удачу и любовь все это делать глядя на луну она сегодня обладает огромной силой которой нужно обязательно воспользоваться в своих целях чего же нельзя было делать 18 июля в афанасии в день дело в том что сегодня никто не трудился после полудня в этот день старались переделать всю работу в первой половине дня так как считалось что в противном случае потом придется в течение 40 дней вкалывать с утра до ночи нельзя никому было рассказывать и о своих планах на будущее иначе они так и не воплотятся в жизнь поэтому все-таки прописывайте общайтесь со своими ангелами-хранителями с высшими силами и старайтесь представлять как ваши планы уже реализованы научитесь мечтать это очень важно также в этот день было запрещено есть пресную выпечку по народной примете в будущем семья будет жить проголодь также 18 июля нельзя было начинать новые дела и предпринимать серьезные действия могут приключиться непредвиденные ситуации и потери сегодня надо обязательно доделать начатое начало может закончиться крахом и убытками для вас также в этот день не стоит заниматься ремонтом даже самым мелким ничего особенно ужасного не случится но все что вы сделаете вновь придет в негодность так что лучше не тратьте время зря слову если в ближайшую ночь не спать считается что дела пойдут намного лучше во всяком случае так были уверены наши предки обращаем ваше внимание что в какой-то степени 18 июля день будут нервный и напряженный он может быть связан с какими-то сложными и неоднозначными ситуациями а также сильными волнениями для которых нет серьезной причины даже тем людям которые обладают редким самообладанием сегодня очень трудно собраться сосредоточиться на делах а не на собственных переживаниях единственное что сегодня вам поможет это поставить перед собой цели важно не только для вас но и для окружающих начало дня может удивить вас какими-то неожиданными трудно объяснимыми событиями а вот справиться с такой ситуация помогут вам союзники и верные друзья объединив усилия вы сможете добиться многого постарайтесь на сегодня запланировать как можно больше дел которые требуют активной деятельности так противном случае ваши эмоции потребуют выхода поэтому действуйте у вас есть шанс достичь отличных результатов и осуществить то что было задумано в целом день будут насыщенным и разнообразным на события и эмоции вы сможете легко найти выход из сложных и запутанных ситуаций появятся новые перспективы и возможность избежать неприятностей вот такой друзья у нас с вами насыщенный день 18 июля еще раз напоминаем всем что слова молитвы иконы божьей матери экономиста или домостроительница мы оставим в описании к этому видео поэтому обязательно 18 июля обратитесь к ней есть время не забудьте сходить в церковь и поставить ведь свечку также обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация действительно будет полезна и важно ставьте лайк этому видео а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующих рекомендованные видео именно для вас нажимайте на то видео который вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео